Художественная культура, живопись, архитектура Художественная культура России первой половины XIX века переживает период небывалого расцвета. В этот период происходит отказ от классицизма, сосвойственный ему библейско-мифологическими сюжетами, преклонением перед классическим наследием Греции и Рима. Растет интерес художников к личности человека, к жизни не только богов и царей, но и простых людей. В 1830 году на раскопках античного города Помпеи побывал русский художник Карл Павлович Брюлов. Он гулял по древним мостовым, любовался фресками, и в его воображении вставала та трагическая ночь августа 79 года н.э., когда город был засыпан раскаленным пеплом Везувия. Через три года картина «Последний день Помпеи» совершила триумфальное путешествие из Италии в Россию. Брюлов был в Италии в командировке от Академии художеств. В этом учебном заведении было хорошо поставлено обучение техники живописи и рисунка, однако Академия однозначно ориентировалась на античное наследие и героическую тематику. Для академической живописи были характерны декоративный пейзаж, театральность общей композиции. Сцены из современной жизни, обычный русский пейзаж считались недостойными кисти художника. Классицизм в живописи получил название академизма. Брюлов был связан с Академией всем своим творчеством, но он обладал могучим воображением, зорким глазом и верной рукой, и у него рождались живые творения, лишь внешне согласованные с канонами академизма. С присущим ему одному изяществом он умел запечатлеть на холсте и красоту обнаженного человеческого тела и дрожание солнечного луча на зеленом листе. Немеркнущими шедеврами русской живописи навсегда останутся его полотна «Всадница», «Версавия», «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Многочисленные парадные» и «Интимные портреты». Яркими представителями романтизма в живописи стали замечательные портретисты Арест Адамович Кипренский и Василий Андреевич Тропинин. Кипренский создал замечательные по своей выразительности портреты Александра Сергеевича Пушкина и Алексея Николаевича Оленина, президента Академии художеств. В них он показал возвышенное начало, внутренний мир настроений и переживаний своих героев, известных всей России. Отличительной чертой творчества Тропинина был показ человека в окружающей его обстановке, за любимым делом. Таковы его жанровые портреты «Кружевница», «Гитарист», «Золотошвейка» и другие. Тропинин знаменит также тем, что стал автором второго прижизненного портрета Александра Сергеевича Пушкина. Своей вершины академическая живопись достигла в творчестве Александра Андреевича Иванова 1806-1858 года. Более 20 лет работал он над картиной «Явление Христа народу», в которую вложил всю силу и яркость своего таланта. На переднем плане грандиозного полотна выделяется мужественная фигура Иоанна Крестителя, указывающего на приближающегося Христа. «Его фигура дана в отдалении, он еще не пришел, но обязательно придет», говорит художник. «И светлеют, очищаются лица и души тех, кто ожидает Спасителя». Основная идея картины – уверенность в необходимости нравственного обновления людей. Каждый человек из множества изображенных на картине индивидуален и неповторим. Художнику удалось показать высокое предназначение просвещения, слово, способного указать народу путь к лучшему будущему. В рамки академизма явно не вписывалось творчество Павла Андреевича Федотова 1815-1852 годы. Задатки художника-сатирика обнаружились у него еще во время службы в гвардии. Тогда он делал веселые озорные зарисовки армейского быта. В 1848 году на академической выставке появилась его картина «Свежий кавалер». Дерзкая насмешка не только над тупым и чванливым чиновничеством, но и над академическими традициями. Грязный халат, в который облачился главный герой картины, очень напоминал античную тогу. Брюлов долго рассматривал картину, а потом сказал автору, полушутя, полусерьезно. «Поздравляю вас, вы победили меня?» Комедийный сатирический характер носят и другие картины Федотова «Завтрак аристократа», «Сватовство майора». Рождение популярного в XIX веке бытового жанра связано с творчеством Алексея Гавриловича Венецианова. Его картины стали настоящим открытием в русской живописи. Они были посвящены повседневному труду и быту крестьян. В работах 20-х годов на пашне «Весна», на жатве «Лето», «Захарка» в портретной галерее крестьян он изображал их жизнь в поэтических красках, тонко чувствуя и передавая красоту родной природы. У него нашлось много последователей. Это направление живописи принято называть «Венециановской школой». В то же время Венецианова критиковали за приукрашивание крестьянской действительности. К примеру, на пашню или на жатву крестьянки, естественно, никогда не одевали праздничные одежды, и уж тем более не подкрашивали щеки и губы. Центром художественной жизни России того времени стало открытое в 1832 году в Москве училище живописи «Ваяние и зодчество». В архитектуре первой половины века классицизм задержался дольше, чем в других областях художественного творчества. Он господствовал практически до 40-х годов. Его вершиной в начале XIX века являлся стиль ампир, выражавшийся в массивных монументальных формах, богатых украшениях, строгости линий, унаследованных от императорского Рима. Важным элементом ампира были также скульптуры, дополнявшие архитектурное оформление зданий. В стиле ампир возводились дворцы и особняки знати, здания высших правительственных учреждений, дворянских собраний, присутственных мест, театры и даже храмы. Начало XIX века было временем быстрой застройки столиц Петербурга и Москвы, а также центральной части крупных губернских городов. Особенностью строительства этого периода стало создание архитектурных ансамблей, ряда зданий и сооружений, объединенных в единое целое. В Петербурге именно тогда сформировались Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская площади, в Москве – театральная. Губернские города перестраивались по специальным планам. Их центральную часть теперь составляли не только соборы, дворцы губернаторов и особняки знати, здания дворянских собраний, но и новые учреждения – музеи, школы, библиотеки, театры. В середине XVIII века Петербург был городом одиночных архитектурных шедевров, утопал в зелени усадеб. Затем началась регулярная застройка города вдоль прямых проспектов, лучами расходившихся от Адмиралтейства. Петербургский классицизм – это архитектура не отдельных зданий, а целых ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью. В 1806-1823 годах было построено новое здание Адмиралтейства по проекту Андрияна Дмитриевича Захарова 1761-1811 годы. В громадном здании архитектор подчеркнул центральную башню. Ее отличает динамичный вертикальный ритм, венчает Адмиралтейство стремительно взлетающее вверх золоченный глаз корабликом. Торжественно-мажорный ритм Адмиралтейства задал тон всей архитектуре города, а кораблик стал его символом. Невский проспект, главная магистраль столицы, приобрел вид единого ансамбля с постройкой в 1801-1811 годах Казанского собора. Автор проекта Андрей Никифорович Воронихин 1759-1814 годы, сын крепостного крестьянина, взял за образец собор Святого Петра в Риме, творение Микеланджело. Использовав его мотивы, Воронихин создал оригинальное архитектурное произведение. В собор перенесли прах Михаила Иларионовича Кутузова. Перед собором были поставлены памятники Кутузову и Барклаю де Толе, выполненные Борисом Ивановичем Орловским 1801-1811 года. Карл Иванович Росси создал здание Русского музея с площадью искусств, ансамбль Дворцовой площади со зданием главного штаба и аркой и так далее. Все эти архитекторы работали в основном в Петербурге. В Москве в стиле ампир были выполнены работы Осипа Ивановича Баве, реконструированная после пожара 1812 года Красная площадь, Театральная площадь с Большим театром, Триумфальные ворота и другое. Константин Андреевич Тон 1794-1881 годы в своем творчестве попытался возродить традиции древнерусской архитектуры. Он строил пятиглавые церкви с узкими арочными закругленными окнами, использовал русский и византийский декор. Все это подчинялось строгим пропорциям и симметрии классицизма, от которых Тон не смог отречься. Творение Тона «Московский вокзал в Петербурге» и «Петербургский ленинградский в Москве», в архитектуре которых неуловимо читаются мотивы Московской Сухаревой башни. Русско-византийский стиль Тона многим казался искусственным, а на самом деле Тон просто не постиг всех тайн древнерусской архитектуры, настолько прочно они были забыты. Работы Тона нравились Николаю Первому. Архитектор получил два крупных заказа для Москвы. В 1838-1849 годах под его руководством был построен Большой Кремлевский дворец. В 1839 году на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память избавления России от наполеоновского нашествия. Строительство растянулось на долгие годы. Торжественное освящение храма Христа Спасителя состоялось в 1883 году. В храме были установлены мраморные доски с именами убитых и раненых офицеров. Сообщалось о числе погибших солдат в каждом сражении. Были увековечены имена людей, отдавших свои сбережения на дело победы. Покровительство Николая Первого сыграло роковую роль для наследия Тона. Его творения стали рассматриваться как символ Николаевского царствования. Именно этим объясняются резкие отзывы Герцена. Не жаловали Тона и другие оппозиционно настроенные критики. В 1931 году храм Христа Спасителя взорвали. Он был восстановлен в конце XX века. Большой Кремлевский дворец, оружейная палата, Николаевский, ныне Ленинградский вокзал и другие, все эти памятники архитектуры были построены по проектам Константина Андреевича Тона. Первая половина XIX века вошла в историю как начало Золотого века русской художественной культуры. Ее отличали стремительная смена художественных стилей и направлений, взаимообогащение и тесная взаимосвязь литературы и других областей искусства, усиление общественного звучания создаваемых произведений, органическое единство и взаимодополнение лучших образцов западноевропейской и русской народной культуры. Все это делало художественную культуру России разнообразной и многозвучной, вело к возрастанию ее влияния на жизнь не только просвещенных слоев общества, но и миллионов простых людей.